Женщина из Владимира чудом избежала гибели. На улице Разина ее чуть не убила сосулька, летящая с пятого этажа. Это видео с камеры наблюдения местного магазина появилось в социальных сетях 31 января. На кадрах запечатлен второй день рождения одной из жительниц города. Огромная льдина пролетела в сантиметрах от пенсионерки, которая в этот момент проходила мимо. Глыба льда упала перед женщиной буквально в каких-то сантиметрах. Рядом в то же время проходил еще и мужчина. Он, по всей видимости, успел заметить угрозу раньше и отскочил подальше от стремительно надвигающейся опасности. Произошедшее случилось у дома номер 12 по улице Разина. Управляющая компания, в обязанности которой входит своевременно очищать крышу пятиэтажки, укажет РЭП. По словам сотрудников обслуживающей организации, свою зону ответственности они знают отлично и якобы только на днях осматривали кровлю здания. Представитель управляшки заявила, что виноваты в этом инциденте невнимательные собственники квартир. Примечательно, что похожие слова от представителей этой управляющей компании мы уже слышали прошлой зимой, в конце 2022 года. Тогда, ровно на том же месте, ледяная глыба сбила с ног парня, который шел утром мимо на работу. По нашей информации, молодой человек получил сотрясение головного мозга и ушиб теменной области. Укаж РЭП и тогда утверждала, цитата, падение произошло именно с балконного козырька. В прошлый раз на ситуацию обратила внимание городская прокуратура. Она установила, компания не только не почистила наледь, но и не производила очистку придомовой территории в целом. Надзорное ведомство внесло представление организации и та уже после все устранила. Генеральному директору управляющей организации было объявлено предостережение о недопустимости подобных нарушений впредь. Хорошо, что минувшей зимой молодому человеку удалось избежать тяжелых травм и даже смерти, как и новой жертве этого проклятого места. Однако повторяющийся случай заставляет задуматься, может все-таки управляющей компании стоит более внимательно относиться к таким историям, а не перекладывать ответственность на жильцов. Ведь, судя по кадрам, женщина прошла под крышей без всяких препятствий, опасное место даже никак не огорожено.